всем привет хочу рассказать вам о своем опыте лечения паховой грыжи парень мужчина столкнулся с этой проблемой с этой неприятной проблемой которая вроде бы ерунда вроде бы ничего такого но потом когда молодого человека начинает резать в боку это дает плохое настроение ты не можешь чувствовать себя нормально тебя болит тебя режет и короче начинается проблем я думаю специалисты поймут или кто еще нет что это такое это английский вариант пояса конечно у нас в аптеках продают совсем ерунду это плотный пояс вот 30 евро цена по и бою купил карманчик мягкий туда конечно я даже можно напихнуть что-то можно какой-то пластик можно камушек плоский чтобы хорошо прижимал короче вот такой пояс но поговорим об этом попозже сначала расскажу о своей проблеме которая у меня была год назад значит как-то душу заметил такой орешек паху ну а перед этим меня резал резал живот внизу сильно как ножиком короче в душе заметил такое опухоль маленькой паховой области и как-то не принимал во внимание не но я заметил что-то случилось но потом поинтересовался по интернету туда-сюда это паховая грыжа началась но у меня не было ничего таких никаких приспособления работал и короче не было как когда уже дома значит поинтересовался но он короче такой орешек такая была опухоль как орешек я ничего с этим не делал нормально чувствовал себя туда-сюда сюда где-то за скажем так за три месяца четыре месяца уже стало такое как яйцо опухоль паху ну вот если так говорит вот прямо в этой области вот тут была опухоль как яйцо все тогда начались у меня уже маленькие проблемы резала уже больше значит болела уже начал задумываться я видел что что-то творится что-то делается короче пошел в аптеку купил пояс простой такой там вроде бы был швейцарский патент но перунга я говорю за украину короче где-то 10 долларов переводе он стоил ну короче ровно но он меня выручал его одевается лежа когда грыжа паховая уходит живот это кишка простыми словами это кишка она просто выпячивается через этот проход паховый проход который в мужиков очень слабенький по сравнению с женщинами и короче когда кишка прячется назад тогда одевается пояс но пояс носится там 8 часов больше не рекомендует потому что он все-таки сжимает все там понимаете связки кровеносные сосуды и там тому подобное но он меня начинал выручать потом я задумался как же натуральные методы лечения хотя я смотрю много видео в интернете там врачи прямо рассказывают байки нельзя вылечить это невозможно это плевра вот треснула и ее только сшивать значит дорогие мои говорю я обращаюсь и к врачам вообще к молодым пацанам людям которые занимаются здоровым способом жизни вообще хотят вылечиться без операции что сделал я персонально потому я делаю это видео чтобы рассказать свой метод лечения может быть умный врач возьмет это на вооружение и сделает свой патент как лечить грыжу но вы будете знать первыми что это придумал я потому что ну так случилось понимаете так случилось уже год как у меня нет грыжи вы я чисто сердечное признание сейчас я вам все расскажу я решил это выложить в интернет потому что уже прошел прошло время уже есть результат а чего все началось я там ставил всякие травы читал дубовая кора сок квашеной капусты может быть я знаю что в америке лечили дубовой корой но она ничего не дал только кожа делалось огрубевший и короче а эффекта и как такового лечения небо значит пацаны мужики даже девушки может быть кто хочет вылечиться что вам в первую очередь нужно значит первое обязательно купить пояс если у вас уже грыжа в орех или яйцо обязательно купить пояс в аптеке еще раз показываю может быть найдете такой вариант видеть этот он кстати расчебается ага вот на липучке правильно он там по размерах продается все такое тут что это м-ка у меня но я в поясе 80 где-то ну а размер м а там есть л ну всякие есть карманчик правая грыжа есть левая то уже как как какой кстати в комплекте вроде бы было два у меня да тут вот на липучке можно прилипать но не в этом дело любой пояс купите себе и носите в день это защищает предотвращает выпячивание грыжи то есть кишок понимаете если вы не будете ничего делать кишки просто выйдут вообще побольше там я видел где такие фотографии там вообще до колен некоторым старикам выходит грыжа там катастрофа короче что самое плохое что на начинается ущемление грыжи ущемление это когда она уже не прячется назад понимаете это очень опасная ситуация когда пережимаются стенки кишки начинается некроз и в этом случае нужно срочная госпитализация чтобы делать операцию так что это серьезная ситуация вообще то чтобы этого не допустить если вы видите что у вас выпечелась грыжа сразу ложитесь на спину и поднимая ногу ту которую от этой грыжи если правая в правом паху значит правую ногу типа делаете такой велосипед коленки к себе и пробуйте ее легонько туда впихнуть так рукой так понимаете такие движения вверх-вниз вверх-вниз чтобы она зашла туда зашла потому что что случилось что такое там случилось там никакой клевры нет товарищи там есть вот так связки мязы они вот так закрыты может быть еще там третий и вот мужиков при физической нагрузке эти мязы или ослабевают короче они или рвутся чуть-чуть ну конечно у меня был обрыв потому что болел и раскрывается и кишка выходит кишка выходит через эти мязы понимаете и все это называется грыжа значит что сделать нужно эти мязы послабленные или треснутые взять вместе то есть пояс их сдерживает вот прямо вот это вот это штуковина понимаете этот карманчик он делает давление на эти мязы на это место и он не дает выпячиваться нашей грыжи вот значит обязательно в день носите этот пояс но начинайте лечить я вижу то есть я делал и ножнички и велосипед но эффекта такого не было значит самый лучший эффект это упражнение сейчас я вам покажу какие очень простые кстати и электро стимулятор что это такое вот у меня был пояс какой-то пояс он что-то там делал или мязы качал короче ерунда такая жена купила там что-то сауна писала ну ерунда короче короче вот такой китайский понимаете электро стимулятор я его снял с этого пояса тут я заклеил потому что было 2 2 контакта которые крепились поясы и он там массажер короче 6 моды selection out of 10 minutes say in one on off ну короче вот такое ерунда вот если вы найдете в китайском магазине вот такой включается он вот нажатием так и тут значит мод выбираешь себе программки как он и какие идут импульсы о там есть 6 импульсов и они работают и тут побольше о видите и оно значит что получается вот электроды так они такие силиконовые их можно намазать не можно нужно увлажнить то есть любым гелем любым гелем и что делает электростимулятор электростимулятор пацаны девушки электростимулятор регенерирует поврежденные нервы вы понимаете это сверхсшибательная вещь не то что он действует на мязы импульсами тут это что я делал я каждый вечер перед сном ставил себе этот стимулятор где ну вот если показать так что культурно будет если паховая грыжа у меня была вот здесь правая значит стимулятор ставился ниже эти электроды и выше потому что я заметил какой мясо поврежден вот эта линия понимаете можно ставить вот так короче эту зону можно пробовать понимаете 5 минут 10 минут так вот так ну короче максимум 20 по 30 минут я даже не знаю вот в таком положении понимаете можно выше это это будет чувствовать что это это площадь вот это она будет вибрировать понимаете вы будете слышать это на теле на теле ставить это вечером запомните я так делал может если кстати потом и после обеда делал и короче какие дела значит электро стимулятор нужно купить без него я думаю ничего не будет это комплексное такое лечение которое поможет вам вылечиться теперь я покажу какие упражнения нужно делать значит пацаны покажу теперь упражнения которые нужно делать короче значит какая ситуация без пояса может в первых случаях с поясом одетым это зависимость какая у вас ситуация значит делаем простые упражнения круговые круговые упражнения подождите я музыку поставлю потому что это потом лучше сделать с музыкой сейчас вы меня должны хорошо слышать значит круговые упражнения простые очень просто руки на пояс и влево раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять потом в правую сторону раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять что эти упражнения делают эти упражнения делают качают мышцы прямым образом качают поврежденные мышцы паха и вообще укрепляют эту всю полость живота все мышцы работают значит вначале вам нужно делать я делал 30 упражнений потом сами понимаете это нужно чувствовать даже можно руки поставить и че не выпячивается у вас это делайте по 30 раз вечером вечером и ну как вечером ну ну всем девятнадцать часов можете после обеда можете даже и утром делать но как-то у меня так получалось что я можно можно десять раз это конечно понимаете десять раз в утро можно это зависит все от вас потому что нужно наращивать постепенно упражнения понимаете вот постепенно нужно наращивать делайте десять влево десять вправо на ночь ставьте себе этот как его электростимулятор понимаете вот уже в кровати когда лежите поставили стимулятор в две точки и он поработал выключили положили уснули все все нормально утром встали десять упражнений сделали вправо влево одели пояс обязательно и делайте свою работу потом снова в обед десять упражнений и вечером понимаете и постепенно увеличивая потом делаете двадцать двадцать потом тридцать и на этом пункте остановитесь делаете тридцать каждый день там тридцать влево тридцать вправо можете это делать и утром и после обеда и вечером но помните лучше делать когда перед обедом перед завтраком перед заполнником как по-русски понимаете понимаете полдник это нет полдник это двенадцать короче когда чтоб не было пищи потому что пища которая есть она выдавливает кишку понимаете и тогда кто нажрался и потом будет делать упражнения ему просто кишка может вывести и этого не нужно допускать то есть мязы должны быть свободны и качаться вот все значит кто уже пройдет там скажем недельку так десять дней вот такого лечения тогда можно приступать я понимаю что вам тяжело тяжело будет крутить нудно ну что я буду крутить потом вы дойдете до 50 раз вправо влево а вы потом я сам придумаю чтобы не было нудно включите себе музыку вот и пофантазируйте немножко я вам подскажу какие упражнения вначале вот так так потом вот так с простыми руками потом сделайте руки вот так еще десять потом руки за голову еще десять раз красиво потом потом вот так молимся и даже помолимся богу а как же чтоб выздороветь нужно и богу помолиться не забывать и потом вот так свеча и крутим в сторону и опускаем и опускаем в правую сторону тоже самое на пояс за шею в сторону понимаете да и вот такие упражнения и все я кстати сейчас делаю каждый раз утром делаю по двести раз двести раз влево двести раз вправо это понимаете это уже идет как нужда ты встаешь ты хочешь это сделать у меня пресс накачан у меня все мышцы подтянулись я кстати не имел там живота вот но я вижу что очень хорошо понимаете все мышцы накачаны мышцы живота это и она утром встаю там полстакана воды включаю музыку и себе эти упражнения делаю и все нормально это идет и на спину это хорошее кровообращение внутри ты просто оживаешь и у тебя вот этот тазовый отдел он работает хорошо понимаете что самое главное я поддерживаю эти мышцы чтобы больше у меня никогда не случилось это извините херня потому что с ней невозможно идти на операцию чтоб тебя резать ну я понимаю там сейчас можно и пхают всякие эти штучки как он там называется один прокол или два прокола операция ну конечно там будет 400 евро стоит даже 800 каких 400 800 евро как операция стоит понимаете но зачем если можно вылечиться вот таким методом я говорю вам что будет патент какой-то врач возьмет на вооружение вот это мое лечение и сделает как лечить грижу может не все варианты но именно вот этот паховый отдел но я думаю что и пупковая грижа тоже можно вылечить можно как-то качать а электростимулятор сделает все ну вот такие дела ребята короче вот это все что я хотел вам сказать записать потому что это мое значит что получается у меня это случилось в сентябре 15-го года в сентябре 15-го года где-то с ноября с ноября с ноября я начал делать всякие там компрессы уже пояс начал ставить но эффекта не было но я с поясом пробыл до до августа следующего года то есть 16-го года я носил пояс да он меня выручал простой пояс за 10 долларов он меня выручал я ничего не знал потом где-то в ноябре в ноябре да я начал и я начал вставить вот этот электростимулятор где-то положить я начал ставить вот этот электростимулятор он кстати бьет конкретно если тут на максимум тут мышцы так токи идут очень слышно на теле разряды короче в ноябре шестнадцатого года 2016 через год я начал лечить грыжу таким методом начал делать упражнения крутить и ставить стимулятор короче пацаны значит так на месяц апрель 2017 года я прекратил все делать это было просто чудо я видел что грыжа уменьшается понимаете но все это время до апреля 2017 года я одевал пояс но уже меньше уже в этот карманчик он в этот карманчик кулечек целлофановый потому что он мягкий понимаете потому что не знаю если вы достанете такой пояс по ebay можно посмотреть из Англии хороший потому что те что в аптеках у нас продают они имеют сразу там такой пенопласт тверденький а тут пусто я сразу понял что тут нужно что-то стать потому что так как он есть он очень гибкий понимаете вначале я там такой маленький пластик вставил округленный потом камушек такой плоскенький хорошенький который вошел сюда а потом целлофановый кулек потому что он мягкий можете взять такую знаете как бутылки от вина таким обкладывает таким назовем так пластиковая стружка да она такая нитками такими можно ее туда набухать но у меня не было я кулечек из супермаркета два-три кулечка так я чувствовал что оно мягко было и упруго ну короче пацаны значит в 2015 году это случилось больше чем через год я начал вот это лечение и упражнения да потом я уже делал не по 30 уже делал постепенно наращивая но я дошел до 100 до 100 упражнений до 100 упражнений то есть на апрель март апрель май да на апрель месяц я уже дошел до 100 до 100 поворота влево до 100 поворота вправо вы скажете зачем я опять сейчас делаю да мне хочется это делать вы понимаете мне хочется это делать поэтому это как это как утренняя гимнастика ты встал и руки и за шею и все нормально я подвесил я даже рекорд кстати поставил за минуту за минуту я покрутил вот не совру сто шестьдесят раз сто шестьдесят раз сто шестьдесят раз за одну минуту если вы будете попробовать здоровые попробуйте здоровые если вы покупаете это такое движение но не хочу на камеру показывать очень быстрое потому что мы говорим о серьезных вещах как вылететься от паховой грыжи это реально пацаны это просто реально я как сказать обязательно молитесь Богу обязательно потому что это исцеление в здоровом теле здоровый дух в здоровом духе здоровое тело понимаете Богу нужно молиться кстати может быть это и Бог дал мне такую подсказку это пришло просто вот так понимаете никто мне это не говорил вот этот стимулятор это пришло мне само в голову я попробовал на себе и оно действует понимаете я уже это считаю своим долгом понимаете рассказать людям как можно вылечиться без операции так пошло ну что дорогие мои это постскриптум не знаю я сказал раньше или нет наверное нет запись проводится в конце марта 2018 года я не знаю когда я ее брошу в интернет youtube я думаю в ближайшие дни потому что у меня маленькие проблемы возникли короче март март 2018 года значит прошел в мае апрель да начале мая через месяц будет год вот вот как я не ношу пояса понимаете это просто информация для вас уже год уже можно спокойно сказать все товарищи дорогие врачи в кавычках ну конечно есть профессионалы профессионалы своего дела но есть охламончики которые ради денег будут вас резать пороть и все такое а кстати вы не думайте что вы сделаете операции и вы уже будете здоровенький все хорошо вы будете ходить как подшитый понимаете там месяц два там вообще а если будет рецидив рецидив так опять резать опять колоть там там вообще тяжелый случай там полугода там конечно человек не может ничего поднимать ничего ему сшили все там понимаете а тут натуральным способом но я хочу сказать одно чтобы вы не подумали что я кого-то от операции как сказать отговариваю бароню пассив иногда бывает ситуация жизни и смерти это когда идет ущемление у меня раз такое было 10 минут значит не входило грыжа назад вместо я уже можно сказать нашелался ну как нашелался просто сразу начинает болеть кишечник боли желудки где-то вот здесь посредине у пупца здесь такая боль и и там похуй чуть ну короче ну ничего положился ножки в коленках согнул и так как-то и массировал и она вошла потому что у меня была входящая грыжа так что дорогие мои бароню пассива вот это разные случаи бывает но если она у вас орешек пока пока она как яйцо куриное если она входит прячется как она там называется по-научному управляемое или не управляемое или какое-то другое слово короче не все потеряно если у вас орешек у вас очень большие шансы потому что я год с орешком потом у меня стало как яйцо гуля понимаете меня я начал лечение вот такое и все равно я вылечился то есть с ноября с ноября ноябрь декабрь январь февраль март апрель шесть месяцев шесть месяцев шесть месяцев и вот уже декабрь январь уже было заметно что она исчезает она уменьшалась просто в размерах понимаете я уже пояс этот карманчик послабевал меньше там пхал меньше его одевал старался уже уже полдня так сказать дома я уже ее не одевал как уже на улицу только выходил я одевал пояс понимаете это видно уже нужно чувствовать себя нужно видеть конечно для подстраховки одевать но потом дома но я вижу не выходит все нормально лечение стимулятор после обеда вечером и все нормально крутил обороты в право и лево и все нормально да самое главное что я хотел добавить обязательно утром придя в ванну снимите майку включите холодную воду долони обмочите и быстренько растереть все тело и там в паху понимаете все мышцы должны холодной водой и именно там пах вот сделайте это холодной водой холодной потом полотенцем разотритесь до горячего но я делаю полностью такой начиная от шеи тут пашки живот плечи и спина ну потом и голову вот так потом полотенцем растираюсь на горячем до горячего стана и все нормально и вот это такая общая закалка организма общий тонус позитивный мышцам очень хорошо потому что от холода как вы понимаете все сжимается мышцы стают упругими и они именно там в паху когда вы их будете качать и стимулятором это очень хорошо действует холод даже они рекомендуют врачи медицина официальная рекомендует покласть холодный пакет когда выпячивается грижа то есть холод холод положить понимаешь чтоб она как-то туда вошла чтоб мязы эти порванные чтоб они все таки сузились значит закалка холодной водой обязательный вариант значит первое утром закалка холодной водой ну это одна минута для этого нужна но максимум две минуты не знаю сколько там займет обтирание тела можете только там в паху обязательно закалка холодной водой круговые движения начинайте с десяти с двадцати с тридцати вправо влево потом постепенно наращиваете и стимуляторчик да это очень важно без стимулятора электро импульсу там шесть программ ну достаньте хотя бы одну программу но это просто приятно для тебя и бьет и так импульс и потом другой это слышно вот это амплитуда амплитуда стиль сигнала слышно очень приятно есть такой болючий жгучий а есть такой послабленный он эти мышцы все массажируют электро понимаете очень хорошо значит холодной водой обливание место гимнастика и электростимулятор можно и лежа делать ножнички это все таки можно велосипед крутить но вот это моя мое упражнение самое лучшее оно вообще укрепляет все мышцы ног вы посмотрите сами вставайте перед зеркалом перед перед как говорится перед сервантом можете чтобы вы себя видели смотреть очень приятно на себя смотреть видеть как работает мышцы видно как работают все мышцы живота и даже в пах вот это напруживается да кстати у меня тут справа где он было пахло и рыжий там было углубление такое ямка было понятно что там порванные мязы или это от пояса случилось что он все таки это дешевый этот что я имел в начале что он просто вдавливал туда и там мязы послабевали или они были травмированы послаблены но я было заметно что справа меньший объем чем слева где здоровые мышцы потом сейчас у меня все в порядке но я понятно не буду на камеру показывать вам правильно а то ютуб уничтожит моё видео заблокирует этот сайт мой мой короче вот такие дела значит уже вот я без пояса но не дадут спокоя но где-то когда я прекратил пояс одевать в мае я стимулятором продолжал еще работать 3-4 месяца то есть май июнь июль август ну может сентябрь все то есть еще я поддерживал электро стимулятором мышцы после этого уже все стимулятор у меня уже заброшен с сентября прошлого года все пацаны что еще как я уже говорил я с Украины может у некоторых возникнуть вопрос почему я по-русски говорю для междунационального общения и только потому что меня может услышать и казах и грузин и узбек и русский я патриот своей страны но я хочу помочь всем людям кто нуждается выбор за вами или операция конечно в срочных случаях неотложны нужно делать потому что это вот кишка перегинается и все нету прохода начинает некроз ткани она начинает гнить отмирать тогда дело хода нужно ее удаляют сшивают врачи знаю но это боль это резкая боль это невыносимая в животе чуется боль а кто хочет вылететься таким способом как я пожалуйста ноябрь декабрь январь февраль март 5-6 месяцев и вы будете здоровы полностью без операции все я все сказал дорогие мои это был мой моя обязанность понимаете я должен был донести людям метод лечения потому что я уже видел мной там ходить на носочках на пятки не ставать какой-то английский умный парень такой придумал может быть я только что-то ходил но на это не то это смешно нужно работать на в данном участке тела с данными мышцами понимаете так что все действуйте лечитесь и выздоравливайте и мой вам пример можно вылечиться от паховой рыжи это говорю вам и я мудрые люди врачи даже посмотрят и поймут что я говорю серьезные вещи потому что у меня есть опыт своей болезни я не начитан там черт знает чем я прошел этот опыт я протестировал на себе и и моя обязанность донести людям как вылечиться я кстати раньше в прошлом прыжками занимался у меня было повреждение миниск коленного сустава у меня тоже есть так что кто интересуется напишите мне в ютубе я вам все скажу как вылечиться без операции с повреждением миниска коленного сустава народным способом очень простой способ но только летом потому что зимой ну уже весна уже растения растут тебе необходимы но это другая тема это тема заменец кто хочет я видео не буду записывать я напишу только кого интересует все ребята мы говорили о паховой гриже это реально это возможно я вам это гарантирую потому что я это прошел и я вылечился конечно спасибо Богу за это потому что оно само мне пришло в голову такой метод и все гениальное просто вы понимаете все гениальное просто это слоган Сони вот и здесь все просто холодная вода правильные упражнения планомерная нагрузка и конечно электростимулятор все и вы будете здоровы но если ситуация вам позволяет это делать на протяжении пяти месяцев если у вас ситуация сложная грыжа выпятилась и назад не прячется в этом случае я не знаю как поступить у вас должна одна прятаться назад тогда это реально чтобы миазы могли накачаться и закрыть а если она у вас вышла это не то и вы будете миазы электростимулятором они просто могут пережать ее больше и тогда операция так что нужно смотреть в оба как говорится по ситуации все спасибо еще раз за просмотр и кто заинтересован пишите мне я с радостью вам отвечу пока так дорогие друзья маленькая вставка добавление я это вставлю видел значит тоже важный аспект правильное питание значит пища должна быть легкой мягкой понимаете значит побольше каши манка овсянка кукуруза из кукурузы крупы легкая пища картошка пюре может быть не тяжелая не чтобы кишка не была набитая дайте дайте время мязом стать сильным и удержать эту кишку понимаете если вы будете извините нажрался мощно хорошо нажрался тогда что что будет просто кишка это будет выпячиваться с пищей понимаете она будет выдуваться мясом будет тяжело удержать так что в это время постарайтесь себе сделать режим легкая пища то есть мягкая чтобы это не было там тяжелая пища ну что относится к тяжелой пище мясо мясо говядина вот такие вот продукты все должно быть легким понимаете побольше жидкости фруктов да кстати когда у меня было я чувствовал бульканье потому что она же она же чуть-чуть выпячивалась понимаете кто врачи понимает о чем идет речь и больные у которых это было и есть наверное они знают что слышно булькает в кишечнике вот так буль-буль-буль-буль-буль и там пошло так вот понимаете это случается всегда когда после приема пищи через некоторое время пища проходит по этим кишкам и слышно это так вот главный аспект кроме этого всего хорошая пища мягкая чтобы кишечник не нагло чтобы у вас важный важный момент чтобы у вас не было закрепов закреп понимаете чтобы не скрепляло вас вот это важно чтобы вы не напруживались чтобы все было легко стул как говорится стул легкий это все вот это главное правило то есть освободить как можно больше кишку от напряжения а и главный аспект не пить ни в коем случае из шипучих газовых напитков потому что все газы С2 раздувает во внутри кишки и а это нам не нужно нам нужно на затухание и чтоб мязы наши могли удержать стать сильными и держать эту кишку потом эти упражнения делают все мязы сильные мязы живота и у вас получается сетка сетка из своих мязов которые удерживают все кишки потом это все ставят на свое место как у меня вот такой главный аспект который я хотел добавить все я буду рад если я кому-то помог хотя бы одному человеку я искренне буду рад пока спасибо за просмотр мне не нужно лайков я не этим делом занимаюсь я хочу донести людям больным как вылечиться понимаете все всем привет с вами был Виктор бай бай вот я